В эфире итоговый выпуск программы Букинформ. Я Павел Белявский и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск обещает быть многоплановым и насыщенным. Коротко о главных событиях. Беларусь чествует аграриев. 19 ноября – профессиональный праздник работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Накануне праздника корреспонденты Бук-ТВ побывали в СПК Остромечево на зверокомплексе и убедились в качестве работы специалистов Жабенковской сельхозтехники. В областном центре создана новая общественная организация – благотворительный фонд «Брест. Тысяча лет», который станет координационным центром юбилейных мероприятий. Первое заседание правления фонда прошло в стенах художественной школы искусств имени Погодина. Знаковая дата. «Брест» празднует 75-летие со дня образования 50-й гвардейской Донецкой дважды краснознаменной ордена Суворова и Кутузова 2-й степени стрелковой дивизии. Об этих событиях и не только прямо сейчас. День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отметят в Беларуси 19 ноября многочисленные представители аграрного сектора экономики. В СПК Остромечево к этой дате отношения особые. Здесь ценят труд каждого специалиста и сотрудника и не понаслышке знают, как тяжело работать на земле. В канун праздника наша съемочная группа побывала в одном из самых необычных мест агрогородка – на зверокомплексе. Весь непростой путь от выращивания и содержания норки до создания изделий из этого ценного пушного зверька проследила Ирина Ольшова. Поламина и регаль, сапфир и браун – наименование типов меха норки – звучат как название драгоценных камней. И неудивительно – пушнину всегда называли мягким золотом. В Остромечево о мехах знают все. Выращиванием норки здесь занимаются с 1989 года. И за это время изучили не только спрос, но и тонкости мирового рынка пушнины. Когда выгодно заниматься этим делом, естественно, производители резко увеличивают стада своих зверохозяйств, соответственно, увеличивается количество шкур, соответственно, падает цена на шкуры. Но поэтому тогда, конечно, получаешь минимальную рентабельность какую-то. А когда производство этих именно шкур на мировом рынке падает, и, естественно, цена взлетает вверх, конечно, тогда получаешь сверхприбыль, скажем так. Ну, поэтому все зависит от цены на мировом рынке. Зверохозяйство Остромечево – одно из трех самых крупных в Беларуси. Сейчас основное поголовье самок норки составляет 4,5 тысячи. Это племенной генофонд. Зверя растят до 7-месячного возраста. К этому времени у него полностью сформировывается качество волосяного покрова. Поэтому дальнейшее его содержание экономически нерентабельно. Здесь же в комплексе шкурки выделывают и отправляют в цех пошива, чтобы пушное сырье превратилось в эксклюзив. Остромечево – это вполне достойного качества. Вполне могут конкурировать с другими шкурами. И, понимаете, у нас здесь, в Остромечево, достаточно серьезно этим занимаются. Цену меховому достоянию в Остромечево знают. Любой этап сложный и ответственный. На каждой стадии очень много ручного труда. Мастера цеха по пошиву меховых изделий создают эксклюзивные модели, способные удовлетворить не только самый изысканный вкус, но и размер кошелька. Работаем над разными моделями. Мы шьем и шубы, и шарфы, и палантины, и головные уборы. Очень много всего интересного. Очень много надо над этим работать. Надо иметь вкус, фантазию. Вот такое вот все. Огромное спасибо Наталье Владимировне нашей. Она разрабатывает очень много моделей интересных, классических, разных. Остромечевский мех представлен в Минске и Бресте, а также в самом Остромечево. Проявляют к нему внимание и россияне. Чем холоднее зима, тем больше спрос на изысканные модели шубок и палантинов, которые станут настоящим украшением гардероба модницы. Каждая из вещей, созданных здесь, составляет достойную конкуренцию современным европейским брендам. Я бы смогла отличить, потому что наш мех, он очень красивый, красиво смотрится. У нас есть очень много женщин, наших модниц, даже в Остромечево. И мы гордимся этим. Вот идет женщина в нашей шубке, очень красивая и оригинальная. Обширный модельный ряд изделий из Остромечевского меха не менее широк по ценовой линейке. Специалисты всегда помогут подобрать красивую вещь по приемлемой цене и стать счастливым обладателем интересной модели или аксессуара. Потому что здесь умеют делать женщину счастливой. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итогового выпуска. День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности объединяет под своими знаменами десятки тысяч человек. Тех, от кого зависит продовольственная безопасность страны. В преддверии важной даты наш телеканал подготовил цикл сюжетов о предприятиях и организациях, а главное – о людях, жизнь которых прочно связана с агропромышленным комплексом. В следующем материале выпуска речь пойдет об открытом акционерном обществе «Жабенковская сельхозтехника». Тему продолжит Анастасия Стропко. «Жабенковская сельхозтехника» – предприятие многопрофильное. Перечислить весь спектр услуг, которые оказывают его специалисты, сложно. Если говорить в целом, основная задача – производственно-техническое обслуживание агропромышленного комплекса. Здесь делают буквально все – от ремонта сельхозтехники и доильных установок, до внесения удобрений и транспортировки сельхозпродукции. В 2003 году «Жабенковская сельхозтехника» была реорганизована путем присоединения к ней двух организаций – «Жабенковская сельхозхимия» и «Жабенковской агропромышленных снаб». Эти функции этих организаций перешли под начало управления «Жабенковской сельхозтехники». К слову, «Жабенковская сельхозтехника» является техническим центром «Гомсельмаша». В зоне их ответственности пять районов области. Предприятие для них комбайны поставляет, а затем проводит их техническое обслуживание и при необходимости ремонт. В деле задействовано пять бригад, укомплектованных профессионалами. Техника непростая, к тому же постоянно модернизируется, а значит, подход к ней нужен особый. С каждым годом все что-то новое такое, где-то что-то доработки идут на заводе, ну, ездим в Гомель, нас обучают там, в смысле, вот этим всем новшествам. «Гомсельмаш» считает нас неплохим партнером за эти все годы, более десяти лет мы проработали с ними. Он нам предложил расширение с веры услуг, пойти в соседний Пружанский район, и Березовский район, и Драгичинский район. Этот вопрос будет в Гомсельмаше обсуждаться в декабре месяце, но, скорее всего, что мы будем принимать решения положительные. Это за собой и рабочее создание рабочих мест, это и репутация предприятия». С помощью мастерам своего дела молодежь к вопросам обучения будущей смены, профессиональным тонкостям и нюансам здесь подходят со всей ответственностью. «На данный момент работаю сварщиком, работаю три месяца, устроился здесь мне на отработку два года. Поначалу мне дали наставника, помогать мне. Вначале было трудно в коллектив, покуда я его не знал. Сейчас коллектив я узнал мне легче, помогают все. Ну, все получается, все хорошо, работа нравится». Быть всегда в поиске прибыльных направлений деятельности – характеристика успешного предприятия. Около десяти лет назад в моду вошли железобетонные заборы, стали выпускать их и в Жабинке. Сегодня, признаются, заказов меньше, но покупатели есть. А значит, есть работа и зарплата. Тоже можно сказать и про магазин. Торговая точка в списке активов. В настоящее время на Жабинковской сельхозтехнике работает больше сотни человек, которых в ближайшее время ждет ответственная пора. «Зимний период для сельхозтехники является экзаменом проверки на прочность, как мы подготовим технику и с чем мы выйдем к весенней посевной кампании в поле». Подводя итог, можно сказать, что предприятие на личном примере доказывает. Работа на сельскохозяйственной Ниве – это круглогодичный, многосторонний и ответственный труд. Вы смотрите итоги недели на БУК-ТВ. Продолжаем разговор о важном и актуальном. Меньше двух лет осталось до официальной даты празднования тысячелетнего юбилея города над Богом. Тема достойной подготовки и проведения миллениума Бреста стала основанием для создания новой общественной организации – местного благотворительного фонда «Брест. Тысяча лет», который станет координационным центром юбилейных мероприятий. Первое заседание правления фонда прошло в стенах художественной школы искусств имени Погодина. В состав правления фонда «Брест. Тысяча лет» вошли знаковые фигуры и персоны города над Богом из сферы культуры и искусства. Учредителем общественной организации стало коммунальное транспортное унитарное предприятие «Брест. Гор. Транс». Под руководством его директора Алексея Жогола прошло первое заседание, на котором выбрали председателя правления и директора фонда. Мы уверены, что местный благотворительный фонд «Тысяча лет» будет одним из тех инструментов, которые в полной мере позволят реализовать те проекты, которые стоят в настоящий момент перед городом, и повысить качество жизни города Бреста. Главная задача фонда – аккумуляция идей и финансов, а также четкое взаимодействие с организационным комитетом в рамках концепции празднования юбилея, которая уже принята Брестским городским советом депутатов. На очереди создание попечительского совета и разработка концепции совместных действий. «Чтобы мы были с людьми в городе, и все вместе за нашими инициативами стоял каждый горожанин, чтобы в эту функцию он внес каждый свою лепту. Пускай это будет свой двор, пускай это будет какая-то мелочь, но все должно быть направлено сегодня на то, чтобы достойно встретить тысячелетие, и потом своим детям и внукам сказать, что и в этом я тоже принимал участие». Во время первого заседания правления фонда вручено свидетельство о государственной регистрации. В самое ближайшее время появится свой сайт, что позволит наладить обратную связь с горожанами и даст возможность аккумулировать идеи и предложения всех желающих поделиться своим мнением. В военном календаре дата 19 ноября занимает особое место. Свой профессиональный праздник отмечают представители ракетных войск и артиллерии. В городе над Бугом дислоцируются две бригады, ставшие обладателями прочного боевого щита и огненного меча. До 2002 года 111-я артиллерийская бригада базировалась на территории Брестской крепости. Потом местом прописки стал Южный городок. Профессиональный праздник застал личный состав и технику в момент глобальной передислокации. Новый учебный год, который начнется 1 декабря, бригада встретит на территории Красного двора. Накануне праздника в гостях у богов войны побывала наш корреспондент Ирина Ольшова. Выполнить приказ в любое время дня и ночи для военных – это основа всей службы. 111-й артиллерийской бригаде готовы к любому развитию событий. И на полигон по тревоге выехать, и место дислокации сменить. Офицерам этом учат еще с курсантских погон. Вот и для подполковника Андрея Романова такие ратные будни не в диковинку. Новым местом прописки его дивизиона теперь станет Красный двор. За свою технику и личный состав Камдив спокоен. Век 21-й. Информационные технологии. Юноши более подкованные приходят и более грамотные в компьютерном отношении. Большинство военнослужащих, как правило, приходят уже с законченным, средним, специальным и высшим образованием. Поэтому уровень наших солдат, уровень их подготовки достаточно высокий. Андрей Романов в вооруженных силах человек не случайный. И пусть в роду профессиональных военных не было, стать офицером он мечтал всегда. Из всего многообразия родов войск молодой человек выбрал именно артиллерию. После окончания военной академии в 2004 году уроженец Гумеля лейтенант Романов прибыл в Брест. В городе над Богом теперь живет его семья. Здесь родились дочь и сын. А 111-я артбригада стала его вторым домом. Меня привлекает в наших войсках артиллерийских то, что мы постоянно совершенствуем свое мастерство. То, что у нас постоянно проводятся боевые стрельбы. У нас достаточно часто выезды на полигоны. Все это мне нравится. Много стрельбы, много работы с личным составом. Радные будни подполковника Романова – это ежедневное выполнение поставленных задач вышестоящим командованием согласно учебного плана. Работа с документами, боевой техникой и, конечно же, личным составом. Офицеру нужно не только разбираться в машинах, но и в людях. Хорошим психологом быть обязан каждый офицер, независимо от той должности, которую он занимает. Потому что приоритет в нашей работе – это все-таки работа с людьми. А работа с людьми, она подразумевает наличие хорошо развитых командирских, волевых, а также психологических качеств. Артиллерия – сфера очень точная. Необходимы не только выдержка и отменное здоровье, но и математические способности. А еще – постоянное совершенствование навыков. Подполковник Романов стал лучшим специалистом вооруженных сил Беларуси, доказав это на соревнованиях название «Лучший командир артиллерийского дивизиона». Офицер-артиллерий, по моему мнению, должен обладать достаточным багажом знаний для того, чтобы умело управлять подчиненными подразделениями, умело управлять огнем и маневром наших артиллерийских подразделений. За мощность и силу огневого удара артиллерию прозвали «богами войны». И неудивительно, что сюда попадают по призванию и служат тоже по призванию, как подполковник Андрей Романов, который стал военным, чтобы Родину защищать. Ирина Альшева, Андрей Щербан, Антон Луговкин. Специально для итогового выпуска. В продолжении темы. 17 ноября 1941 года на Юго-Западном фронте сформирована 124-я стрелковая дивизия. За умелые действия, мужество и отвагу в ноябре 1942-го она была преобразована в 50-ю гвардейскую стрелковую дивизию. За три последующих месяца ее войны прошли около 600 километров и освободили более 140 населенных пунктов. Дальше больше. Дивизия приняла участие в освободительных операциях в Белоруссии и Украине, а также наступательных – Гумбинен-Гольдабской, Восточно-Прусской, Берлинской и Пражской. После Великой Отечественной войны дивизия базировалась в Слуцке, с 1946-го – в Бресте. Именно с городом-над-Богом связаны десятилетия жизни доблестного воинского соединения. Накануне в областном центре состоялись торжества, посвященные 75-летию со дня образования дивизии. Подробности в следующем материале выпуска. Накануне в областном общественно-культурном центре было многолюдно, шумно, военные привыкли говорить полный голос и очень ярко. Награды играли на свету. Здесь собрались люди, которых судьба связала с 50-й гвардейской дивизией – соединением с доблестной историей. В годы Великой Отечественной дивизии участвовала в освобождении 15 областей Советского Союза. Прошла с боями свыше 11 тысяч километров. Освободила 2000 населенных пунктов. 15 тысяч ее солдат, сержантов и офицеров были награждены орденами и медалями. Эта дивизия известна во всех вооруженных силах Советского Союза и Республики Беларусь. В свое время она имела наименование «Сталинская», но позже город Сталин был переименован в «Донецк», стала «Донецкая». Она имеет два ордена Боевого Красного Знамени. Она награждена орденами Суворова и Кутузова второй степени. Прошла с боями, освобождала Украину, освобождала нашу родную Беларусь. В частности, освобождала города Каменец, Барановичи, Пружаны, воспитала немало героев Советского Союза. После войны были десятилетия верной службы Родине. В 1954-м соединение приняло участие в тотских учениях с применением атомной авиабомбы. В 1957-м 50-я гвардейская стрелковая дивизия была переформирована в 50-ю гвардейскую мотострелковую дивизию, сохранив состав полков периода Великой Отечественной войны и их нумерацию. Местом постоянной дислокации с 1946 года и до момента расформирования соединения в начале 2000-х стал приграничный Брест. Дивизии мне пришлось отдать 7 лет. 3 года я был командиром полка мотострелкового и 4 года командиром дивизии. Я горжусь, что мне пришлось служить этой прославленной дивизии. Это было время трудное, тяжелое, ответственное, но я горжусь этим. Я с честью это преодолел. Несмотря на то, что в настоящее время 50-я гвардейская мотострелковая дивизия завершила свое существование, память о ней жива. Подвиг народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками достойен восхищения. Эту страницу истории невозможно забыть. Как нельзя забыть и тех, кто уже после войны служил Родине в рядах соединения. Верно, с честью и доблестью, выполняя свой долг. Сегодняшний день – это не просто юбилей дивизии, это возможность, прежде всего, отдать дань уважения тем, кто стоял у истоков образования дивизии, тем, кто отстаивал свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны, ну и, конечно, тем ветеранам, которые сегодня живы и занимаются активной общественной работой. Мы занимаемся не только празднованием таких больших праздников, главное, что мы занимаемся воспитанием молодежи, передавая свой опыт боевой и передавая свои традиции. Молодежь должна стать такими, как были мы в свое время. Это главное. Анастасия Стропко, Андрей Ищерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. А сейчас о других мероприятиях. Только через родной язык человек может стать белорусом, потому что в нем химия и физика, история и ботаника, экономика и культура того, что называется нацией, народом. Это слова белорусского писателя, заслуженного деятеля культуры Беларуси Янки Сипакова. И именно эту цитату взяли за основу педагоги и учащиеся Брестского областного лицея имени Петра Мироновича Машерова, организовывая фестиваль белорусской культуры «Живое у веках белорусское слово». Главная идея этого традиционного мероприятия – приобщение к национальным ценностям, популяризация родного языка через произведения белорусских поэтов, писателей и композиторов. Что получилось из столь масштабной задачи, достигнута ли цель, расскажет Лариса Осмолович. Белорусское слово от Бога. Слову нашему Бог да помог. Кто забуде его от того, на зауседы отвернется Бог. Как красиво, певуче, как изысканно звучит белорусское слово. И именно в такие моменты начинаешь понимать, если человек родился и живет на белорусской земле, если он любит свою родину, нельзя не уважать родной язык. К сожалению, сегодня не так часто услышишь белорусскую речь. Встает вопрос, как тогда воспитать у нового поколения желание разговаривать и читать на белорусском языке. В Брестском областном лице имени Петра Мироновича Машерова уверены, что путь к этому лежит через формирование чувства гордости за свой родной край, воспитание любви и уважения к белорусскому слову. И именно такие фесты, как фестиваль белорусской культуры, помогают в этом. Мероприятие проводится один раз в два года, чередуясь с фестивалем иностранных культур. На этом тыдне, конечно, программа у лицея вельми цикавая. Все дети взрушенные, веселые, урочистые. Вы бачите, что они в национальных костюмах, все ходят и наведывают занятки в таком выгляде, размовляют по белорусскому. Программа фестивалю вельми насыщенная. От гульновых пляцовок, разных приказок, примовок, белорусских загадок до свято-белорусской песни. И завершится наш тыдень в уголе вельми пригожим кермашом смачной ести. Этот фестиваль допомагает нам всем объединяться, как в Ушням. Нам вельми приемно отзначать этот тыдень белорусской культуры, потому что он допомагает нам зрозуметь, что мы один народ, что нам треба помнить свою историю, историю нашей краины и в уголе не забываться на то, каким мы повинны быть. Мы повинны ведать не одну, одинную мову, а обедвя наших государственных мовы. На фестивале вспоминали культурное и литературное наследие белорусов – Скорину, Купалу, Колоса, подчеркивая этим, что слово должно быть светлым. Еще одна задача, которую поставили перед собой организаторы – подчеркнуть значимость печатной книги. Популяризировать белорусскую культуру, белорусское слово в лице начали с первых дней основания, считая, что это то, чем народ должен гордиться. Идеи Янки Купалы и Акуба Колоса об родной мове, об тем, что мы должны берахчы и любить свою родную мову, делать все для ее захования, для развития национальной культуры и национальной творчести, актуальной и сегодня. И тому, независимо от того, кто до нас пришел, те взрослые читатели, те школьники, они цекаются этими творами, не потому, что выучаются в школе, а потому, что эта идея, идея принадлежности до своей нации, гордость за ее и вызывает эту цикавость. В образы, милые, родного краю, смуток и радость моя, что мое сердце до вас порывает, чем так прикованный я, к вам, мое с горочки родного поля, речки, курганы, лесы, полная смутку и жаль бы не доли, полная сумной красы. Жизнь в лицее в эту фестивальную неделю кипела и бурлила. Атмосфера царила по-настоящему праздничная. И наша съемочная группа, побывавшая на многих фестивальных площадках, по-доброму позавидовала лицеистам. А они, умники и умницы края Берестейского, в эти дни были открытыми и завораживали своей энергией, своим талантом, своим артистизмом. Наша страна, она стоит на скрыжевании двух культур. Это культура славянская и культура западноевропейская. Мы обязаны иметь и такие рысы, как славянизм, и такие рысы, как европейзм, потому что это потребно, это треба и у нашей культуры, и вельми органична они сполучаются. Зараз, когда мы так опранаемся, так размовляем на белорусской мове у лицеи, я отчуваю себе саправдные белорусские. И это вельми добрая, когда ты бачишь свою литературу, свою историю, ты можешь одновить ее. И это вельми-вельми радо. На празднике белорусской песни лицеисты демонстрировали свои певческие таланты. Старались не только петь, но и танцевали, сопровождали сценками и волновались, как настоящие артисты. И было видно, что они очарованы родным языком, поскольку через песню заверяли о дружбе, открывали сердца любимым людям, признавались в любви родным местам, грустили и шутили. Но самое зрелищное ожидало впереди. В лицее на ура прошла ярмарка белорусской национальной кухни под говорящим названием. Дальше есть! Драники, домашняя колбаска и блинчики с самыми разнообразными начинками, изумительный хворост и аппетитное сало, пироги, национальные напитки, караваи и кулебяки. От такого изобилия в восторг пришли и лицеисты, и гости фестиваля. Праздник удался, и цели достигнуты. Наша мова настолько пригожая и милогучная, что мне кажется, конечно, мы должны использовать больше часто родную мову, родное слово в обычном стадионном мауленне, в обычных человеческих взносинах. Хотелось бы больше телепрограмм было на белорусской мове, как выходили интересные мастерские фильмы и молодежные проекты, телепроекты на белорусской мове. Я думаю, что таким чином мы сможем поступово отновить наше родное слово, и краина пригожа заговорить по-белорусскому. Прозаик Борис Саченко сказал, будем жить, пока живет слово наше, песня наша, язык наш, мелодичный и таинственный. Как красиво и правильно звучат эти слова. И мы, все белорусы, ответственны сегодня за то, чтобы сохранить, приумножить и передать наш родной язык, нашу культуру и традиции нашим потомкам. И это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир кино и документальных сериалов, так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании буктв.бай, а также на нашем канале в YouTube. Я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 19 ноября через территорию Беларуси будут проходить атмосферные фронты. В Бресте в утренние часы пройдут кратковременные осадки с преобладанием мокрого снега. Местами ожидается слабый гололед. На дорогах гололедится. Днем юго-западный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью 0,2, максимальная днем 4 градуса. 20 ноября погоду продолжат определять атмосферные фронты и неустойчивая холодная воздушная масса, поступающая со Скандинавии. В Бресте в течение суток пройдут кратковременные осадки с преобладанием мокрого снега. В отдельных районах слабый гололед. На дорогах гололедится. Не прибавит комфортности и северо-западный порывистый ветер. 0,2 – такова температура воздуха ночью. Температурный фон дня составит 2,4 градуса со знаком плюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова